Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики, гости моего канала. Сегодня предлагаю вам расклад на тему, чего ожидать знаку Зодиака Водолея в течение 2024 года. И посмотрим, как будет складываться событие на картах Аркану 2. Будем смотреть на вот таких красивых и посмотрим, что Водолею ожидать. Как будет складываться ситуация. Водолей в ожидании чего-то такого, а деньги хочет, побольше денег хочет. А карты звезды говорят, что подождите немного, все равно будут ваши мечты сбываться. И не надо паниковать, у нас же видим рыцарь Пентаклий. Поэтому деньги будут, стопроцентно деньги будут. Вы знаете, вот с самого начала, уже первый квартал, а у вас уже движуха будет полным ходом. Но вы почему-то там видим пятерка чаш. И у нас со Вселенной чашу дает. Не надо паниковать, вот за спиной здесь темная карта. Ну видно, там наклонился человек, вот депрессия. Это неприятно так, что переживание в других картах выглядит по-другому. Но у нас старший аркан. И вот это старший аркан. Они задают нам движуху хорошую. Это у нас колесо фортуны. Как вы захотите, так у вас и случится. Желание, идите вперед. У вас будет удача преследовать. Если вы хотите поменять работу, у вас получится. Если вы свой бизнес, вот это особенно, тоже получится. Если у вас работа связана с каким-то передвижением, перевозом товаров, у вас все будет тоже хорошо складываться. Все наладится. Сейчас депрессии, но это пройдет, быстро пройдет. Уже будет начало следующего месяца, в конце у вас будет уже в следующем месяце все уложится прекрасно. Вот все будет хорошо. Да, и работа будет. Вам и за рубежа будет работа тоже. Видите, есть, ну вот эта карта тройка жезлов. Она говорит, что может быть и по судьбе такой мужчина, который имеет опыт жизни, и он предложение будет делать за океаном, потому что мы видим там кораблики за морем, за океаном, вот такой. Ну и карта, конечно, у нас луна. Смотрите, чтобы не было обмана. Иногда кто-то вам может, вы захотите точнее совета, да, попросить. А кто-то вам может посоветовать очень плохо. Вот это обман карта, ее надо беречься. Потому что разрушается, как в одночасто, да, взрывается башня, видите, взрыв, а это уничтожается. Но вы знаете, как по новой надо начать будет свою жизнь. И поэтому обратите внимание на вот этот случай. Ну а здесь у нас вот колесо фортуны, и у нас десятка. Это одна из лучших карт, одна из лучших карт у нас. Видите, десятка пентаклей, дом, дворец впереди, дом, все будет изобилие, все будет предостаточно. Ну а вот этот обман, не смотрите, не идите на обман. Это предупреждение. Потому что просто потеряете многое. Вы погонитесь где-то за чем-то, но у вас будет и богатство, все будет своим трудом, своим. Если вы думаете, что вас позвали, где-то вы на сайте нашли кого-то, если вы одинокий. Или часто бывает, что еще какие-то предложения. Вложения каких-то средств, непонятно куда, зачем. Вот здесь подумайте. Если вы будете занимать большие деньги, вот вы их всю жизнь собирали для чего-то себе. А вы доверились, кому-то отдали, он пообещал, что там он, не надеетесь. Вот всякие ситуации на минус. Смотрите. Чтобы вы не были на убытке, чтобы вы не потеряли ничего. Не поддавайтесь. Вот, счастье ваше. Вот, идет все. Ваш дом прекрасно. Поэтому надо, да. Ну и хочу сказать, что водолеи многие, видите, любовные связи показывают, карты. Такие вы. Да, вы не верите, что женится. Вот обман, подозрения все время. А у нас райское здесь яблочко, чувство переливается. Но, тем не менее, хотя у вас вот такие, знаете, отношения, и вы не уверены. Я хочу сказать, что надо термин подождать. Сама Вселенная, она контролирует ситуацию и подсказывает, подождите. Надо выждать отношения. Не так, что быстро. Ну и здесь вот видим мы король мечей переживания. Ну да, вы переживаете, что в одночасье, так что можно, что видите, у нас король мечей, и вот женщина все, что боролась. Ну, кто-то уйдет. Сегодня такая ситуация, что может на фронт уйти кто-то, на войну и тоже может быть. Поэтому переживания такие, что добивалась, защищалась. И вот паника. Хотя карты говорят, что все уляжется хорошо. Ну, конечно, 24-й год, вот это 2024, он госправедливости. Видите? И у нас здесь справедливость будет. От Вселенной она будет у нас на весах. И здесь закрытыми глазами. Здесь просто должно уравновеситься все в мире. Поэтому будет равновесие, не переживайте, уляжется все, нормализуется, богатство все будет. Да, ну карты, вот видите, все время предупреждают водолеев деньги. Берегите деньги, так чтобы они не пропали, не занимать никому вот это. Покупка автомобиля, может быть, который, знаете, уже неоднократно аварийный он не пригоден. Ну, может быть, так, что вы покупаете дом непонятно какой он. Ну, надо это все очень серьезно. Чтобы вы потом не остались без денег. Вот тоже напоминает, вот смотрите. Ну, вы можете заниматься бизнесом. Абсолютно можете. Вот у нас пятерка же, а это конкуренция перетягивает друг друга веревки. Потому, если вы хотите вложить деньги совместно с кем-то, с аккомпаньоном. Вот здесь надо, чтобы вы, вот, карты показывает. Почему вот эта карта выпала? Ну, потому что и вот это обман. Чтобы вы не потеряли деньги, не потеряли свои планы. Потому, что, может быть, так, что вы вложите средства, а ваш друг приберет себе. И, может быть, так, что не поделится. Вот это. Обращайте внимание. И вы семейные, вы должны за этим смотреть. Но скажу вам, что замужество будут предлагать прямо в 24-м году, в конце года. Вот, если у вас есть отношения. А, видите, карта сказала, что подождать термин. Вот надо, чтобы все это, вот, карты тоже, справедливость. Эта карта тоже говорит, любое дело должно вылежаться. Вот, ему надо время, анализ, чтобы все взвесить за и против. И поэтому надо подождать, и справедливость будет, ваше истинное чувство, и замуж предложение будет. Успешные, богатые, рыбки там есть, и шампанским, король. Пожалуйста, предлагать будет. А вот с деньгами будьте осторожны. Карты у нас раскрывают, предсказывают, но они и дают совет. А совет конкретный. Берегите свои деньги, потому что богатство будет. И вы можете свой бизнес лично открыть. И у вас будут деньги, средства будут. Сегодня придержите деньги. Пока что никуда нельзя вкладывать, подождать, посмотреть за ситуацией. А жениться будут молодые ребята. И девушки замуж будут выходить по этому раскладу. Так что удачи вам, счастья, процветания вашим семьям и молодым. Милым девушкам и молодым парням. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, прошу вас. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А также хотелось бы почитать ваши комментарии и пожелания. До новых встреч. До новых встреч.